Привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об английском футболе. И мы сосредоточимся на матче Норвича и Ливерпуля, где Мерсисайцы вновь показали, что это, возможно, самая волевая команда в истории мирового футбола. И даже в таких матчах она способна сперва нарваться на проблемы, а потом героически из них выйти. То есть, понимаете, вот, пожалуйста, игра одного из лидеров, собственно говоря, Ливерпуля, против Норвича, команды из зоны вылета. И вот здесь канарейки умудряются выйти вперед, а Ливерпулю потом приходится героически спасаться. Ну и они, знаете, как говорится, опытом дешевле решили забить три мяча в ответ, оформив достаточно убедительную по счету победу со счетом 1-3. И при этом по ходу встречи, конечно, фанатам Мерсисайцев пришлось понервничать. Но, как я сказал, для Ливерпуля это обычное дело, это их уже фишка. Все-таки это та самая команда, которая совершила тот легендарный камбэк в финале Лиги Чемпионов, в Стамбульском финале, когда со счета 3-0 отыгрались на 3-3 и дальше в итоге смогли добиться успеха. То есть здесь, мне кажется, это уже какая-то фишка Ливерпуля, и даже в матчах с откровенными аутсайдерами они могут вот так вот пощекотать нервы своим болельщикам. В общем, давайте разберем эту встречу поподробнее, потому что она получилась яркой, интересной, событийной, а Садио Мане забил, возможно, один из лучших мячей, в принципе, в этом сезоне английской премьер-лиги. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. И если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, указанный здесь же в закрепленном комментарии, то вы получите бонус 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги и ничем не рискуя. Ну а мы переходим к матчу. Итак, касательно стартового состава Ливерпуля было много разных вариантов. Все понимали, что команда, скорее всего, использует ротацию, потому что график очень плотный. Тут и Лига чемпионов подтянулась, где Ливерпуль смог обыграть Интер. Но согласитесь, этот матч был очень тяжелым, и там пришлось потратить много сил как физических, так и моральных. И вот после этого вышел, ну скажем так, смешанный состав на воротах Беккер. Тут все более-менее понятно. А вот дальше начинаются нюансы, достаточно интересные. Например, фланги. Нет ни Роберсона, ни Алекса Окслойда Чеммерлина. Ой, простите, господи, Трента Александра Арнольда, конечно же. Здесь появляется Джо Гомес справа, слева Цимикас. Кстати, Цимикас в итоге еще и голевую передачу здесь отгрузил. В общем, большой молодец. Центр поля тоже не самый привычный. Здесь Хендро. Окей, это более-менее понятно. Ну и здесь же Алекс Окслойд Чемберлин и Кейта. Ну, скажем так, далеко не самое привычное для нас сочетание. В атаке появился Салах Мане. Ну, собственно, герои Кубка Африки должны были получить свой шанс выйти с первых минут. И плюс к ним присоединился Диас. Новичок, который недавно совсем пополнил команду. Так что здесь не самый привычный подбор исполнителей. Много изменений. И, возможно, это как-то повлияло на игру Ливерпуля. Но, если говорить в целом, то мне кажется, что Мерси Сайдси, если и почувствовали вот какие-то такие, знаете, изменения в составе, то не особо сильно. То есть, да, возможно, не хватало взаимопонимания Диаса с партнерами. Возможно, оборона не совсем привычной была и полузащита. Но, если говорить в целом об игре, здесь Ливерпуль чувствовал себя по-хозяйски. И вел себя, ну, в общем-то, вполне себе привычно. Смело в атаке, достаточно дерзко в полузащите, с хорошими обострениями. И, вообще, если говорить по факту, в первом тайме Ливерпуль должен был забивать 2-3 мяча. Но, знаете, проблемы с реализацией, которые периодически бывают у команды Клопа в этом сезоне, здесь они также подвели коллектив в первом тайме. Потому что, простите, 15 ударов против двух в первой половине встречи и ноль мячей. При этом там моменты были шикарные. Там был эпизод, когда оказалось, что Салах уже забил мячу. Деваться некуда, нет. В итоге отбились к на рейке. Там Цимико смог забивать, другие футболисты. Футболисты. Сумасшедший первый тайм в плане давления. Очень хороший Ливерпуль, но результата нет. А потом, что называется, гол из раздевалки. Гол немножко кройозный. Здесь без рейкаши это ничего бы не было. Но, тем не менее, Норвич третьим ударом забивает. И, знаете, это, конечно, выглядит иронично, учитывая то, что в первом тайме Ливерпуль нанес 15 ударов и мог забивать кучу мячей, но не сложилось. Вот такие матчи тоже бывают, и такие матчи в том числе бывают у Ливерпуля. Когда, казалось бы, все делаешь правильно, но как-то не срастается. И вот в этот момент показалось, что Ливерпуль-то может и потерять очки. Потому что Норвич, понятное дело, он изначально строился от обороны. А здесь, когда счет уже в их пользу, но они тем более перейдут к сверхоборонительной тактике. И, разумеется, это очень неприятный соперник для Ливерпуля, потому что Мерси Сайцы любят играть на открытом пространстве. Там особенно хороши их футболисты, их звезды, Мане, Салах и так далее. Да и Диас, новичок тоже хорош перерочит, когда ему дают разбежаться. А тут на тебе такая вот засада. Но, знаете, тот самый момент, когда один из лидеров показал такую красоту, что завелась вся команда. Садьо Мане, гол через себя, мое почтение, конфетка. Ну и Цимикас, конечно, молодец, нагрузил как следует. И после этого я прям почувствовал, что Ливерпуль сейчас побежит и добьет соперника. В результате завелась красная команда, появились и свежие футболисты, и замены пошли. Ну и футболисты стартового состава не отставали. Хендерсон, вот какой голевой пас отгрузил. Салах, воспользовавшись передачей от Беккера, смог эффективно разобраться со всей командой соперника фактически в одиночку, заколбасив этот мяч. И Диас забил Молочина в целом. Вообще Ливерпуль, как я уже сказал, но в первом тайме был хорош. Во втором, возможно, гол пропущенный и не самый логичный, выбил их из коллеги. Зато потом Мане, когда забил свою красоту. Тут, что называется, команда завелась. Ну и плюс к этому, что очень-очень важно, у Ливерпуля в этой встрече действительно работало командное взаимодействие. У них 29 ударов, то есть каждые 3 минуты они наносят по удару, и значительная часть этих выстрелов после передач. То есть здесь работали в пас очень эффективно. Игроки команды у Диаса того же самого 5, передач под удар у Салаха 6. То есть мы видим, что даже несмотря на новых игроков в составе, на не самый привычный вариант вот этого самого состава команды, все равно функционирует, команда все равно взаимодействует. И система, система, что самое главное, не ломается. Даже под воздействием вот этих неожиданных факторов. Забитого мяча Норвича. Из ниоткуда, условно говоря, забитых вот мячей других команд, которые периодически могли бы выбить Ливерпуль из колеи. Но Ливерпуль все равно добивается своего. Это очень волевая команда, и здесь она тоже показала данное качество. Ну а Норвич, ну знаете, я до сих пор считаю, что они ошиблись, когда уволили Фарки, нынешнего тренера Краснодара. И сейчас мы видим, что проблема была, как видимо, все-таки не в наставнике, а в том, что подбор исполнителей у Норвича не самые крепкие. Но это уже проблемы канареек. А Ливерпуль продолжает победную поступь. Я уже запутался, сколько у них там побед подряд, и в Лиге чемпионов уже победы, и в чемпионате Англии подряд. Несколько успехов. В общем, после определенного кризиса, после определенных кадровых проблем, связанных с травмами и отсутствием Салаха и Мане, сейчас команда выводит себя на пик формы, у команды отличный состав, глубокая скамейка запасных, попробуй ты ее сдержи.